Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Портал Экзегет приветствует вас, и у нас идеальный вопрос. Вопрос такой, существует ли идеальная семья? Конечно, братья и сестры, она существует, потому что апостол Павел пишет, более всего облекитесь, то есть оденьтесь в любовь, которая есть в совокупное совершенство. Если два человека любят друг друга, и они при этом находятся в браке, это идеальная семья. Если два человека любят друг друга, и они между собой дружат, потому что брак невозможен между ними, предположим, две девушки или двое молодых людей, то это идеальная дружба. Соответственно, если на приходе священник по-настоящему любит своих прихожан, прихожане любят друг друга и любят священника в ответ, это будет идеальный приход. Все, братья и сестры, упираются в любовь. Если любовь есть, то все-все хорошо. А как только мы теряем любовь, все повреждается. И семья, и отношения с детьми, и на приходе, и на работе. Поэтому, как сказал апостол Павел, более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. В любви все самое лучшее, все добро. А без любви, как только мы начинаем любить именно себя, о себе думать, а уж если начинаем жалеть себя, так совсем ужас наступает. Вот, конечно, там один хаос и неустройство. Поэтому, если муж жертвует собой ради своей жены, если жена жертвует собой ради своего мужа, если муж и жена именно понимают, что они двое в одну плоть, то есть они единые целые, что у них нету жизни друг без друга, что их жизнь одна, двое людей, но жизнь одна, тогда, безусловно, эту семью можно назвать идеальной, даже несмотря на то, что иногда бывают какие-то там скандальчики небольшие, но это только добавляет интереса в семейной жизни с Богом. Продолжение следует...